Девушки отдыхают 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 Доброй вам ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы уже люди не молодые. Мы – это семья профессора Веселовского. Мы хотим просто подарить. Нам ничего не надо. И почему нельзя? Мы – это семья профессора Веселовского. Мы хотим просто подарить. Нам ничего не надо. Нам ничего не надо. И почему нельзя? Мы крайне удивлены и расстроены. Но может, может, все-таки это не мелочи? – Ну что, Машенька? – Ну что, Машенька, недурственно мы придумали. Так, пожалуйста, пусть нас избавят. Только, пожалуйста, пусть нас избавят от никчемных почестей. Терпеть не могу суесловия. – Митенька, ты даришь великолепную библиотеку. Вполне естественно, если тебя захотят поблагодарить. Может быть, даже сфотографировать. Не будь эгоистом, потерпи. – Да. – Вся наша жизнь прошла среди этих книг. Ты помнишь, когда я подарил тебе эту книгу? – Еще бы не помнить. Я ее полгода прятала от папы и мамы. – Как это, рассказы Чехова? – А ты посмотри, что ты там написал на рассказах Чехова. – Очаровательной Машеньке с робкой надеждой. – Да, не очень скромная надпись. – Ты тогда был невероятным накалом. Ну, не вышло бы ты за меня замуж, а бы еще не такое себе позволил. Но, к счастью, сбылись робкие надежды бедного студента. А эту книгу ты помнишь? Вот издание 1913. Маша и Мити в день их свадьбы Александр Блок. О доблестях, о подвигах, о славе Я забывал на горестной земле, Когда твое лицо в простой оправе Передо мной сияло на столе. Пятьдесят лет эта книга хранится в нашей библиотеке. Вот мы с тобой постарели, а книги все те же. Все те же, такие же молодые. Митенька, а тебе не грустно? Вот увезут их, и как-то пусто станет вдоль. Нет, нет, Маша, нет, нет, нет. Для этого мы и собирали книга за книгой, И они украшали нашу жизнь, А сколько еще жизней им предстоит украсить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Митенька, пойди переоденься, И прими лекарство. Ты всегда забываешь принять лекарство. Здесь что ли писали насчет библиочки, да? Да, мы писали. Приветствую вас. Здравствуйте. Эти что ли книги будут? В этой комнате книги с дарственными надписями. Так. Остальные 9 тысяч томов в других комнатах. Так, документы на книжке, между прочим, имеются. Документы? Какие документы? Как какие? Квитанции, счета, копии товарных чеков. Простите, я не знаю, что такое копии товарных чеков. Ну, а как вы и докажете, что библиотека-то именно ваша собственность? И откуда это у вас? 9 тысяч томов, причем разных наименований, Притом разных, разных авторов. Да мы всю жизнь собирали книги. Собирали. Собирают грибы, ягоды, утиль сырье. А книги приобретают. Ну, конечно, мы их покупали, нам их дарили. Дарить подстаканники, чашки, слоника у нас, счастье. Документов стало бы нет. Ну, я не знаю. Может быть, вам пригодится список? Это мой муж сам составлял. Так, это что это? Профессор, академик, можно сказать, интеллигенция. А что, значит, уже по-человечески на машинке отпечатать не могли? Мой муж всю жизнь пишет от руки. Он так привык. Вот у них привычка, а у нас глаза портятся. Некрасиво получается, что же говорили. 9 тысяч томов, а тут уже по списку получается 8 964. А куда же 36 книг, извиняюсь, они что, усохли? Или, может, ушли налево? Простите, я не понимаю этого выражения, ушли налево. Ой, у профессора, попросите, он вам лекции прочитает. Я говорю, говорили 9 тысяч томов. Ну, я просто округлила цифры. А, ясно, округлили. У меня заместитель был. Я округлял, округлял цифры. Ему, вы знаете, 8 лет и округлила. Так что, извините, не пройдет у вас это дело с библиотикой? Не пройдет. То есть, как это не пройдет? Да, так не пройдет. Нет, очевидно, вы нас не поняли. Ага. Дело в том, что это наш безвозмездный дар государству. Понимаете? Да. Я ей говорю, дар, вы дарите сквозь, как с гуся вода. А я принимаю. Я материально ответственный лицо. У вас книжечки не хватило. У меня недостаточно. Я ведь свою голову под ваши книжонки класть не собираюсь. Так что, извините, зря только время потерял. Вы даже не посмотрели нашу библиотеку. А что, я книг не видал, что ли? Уверяю вас, там много ценных книг. Гражданочка, а что у книжек может быть ценного? Ну ладно, ладно, так и быть. Минут три уделю. Это что, говорите, за книжки? Это книги с дарственными именами. Так, ясно. А здесь и что? В той комнате книги конца восемнадцатого века. Так, конец восемнадцатого. И начало девятнадцатого. Митенька. Любуется нашей библиотекой? Да, он в восторге. Маша, Маша, нехорошо, нехорошо. Столько людей будут получать наслаждение библиотеки. Не надо так огорчаться, не надо. Митенька. Да? Митенька, скажи, пожалуйста. Да? Что это за выражения ушли налево? Не понимаю тебя. Направо это направо, налево это налево. Митенька, пойди прими лекарства. Маша, я принял. Ну, еще раз. Только что. Ну, пожалуйста, ради меня. Я прошу тебя. Ты со мной разговариваешь как с ребенком, понимаешь? Лекарства я принял. Чувствую я себя превосходно. Боже мой. Только бы они не встретились. Надо бы все редактировать, инвентаризировать. Это описи каждой книжонки. Качество переплета, количество страниц. Тут работа большая. Я думаю, так лет на пять, никак не меньше. Где-то я свой портфель забыл. Я говорю, хорошо еще, нежели эта ревизия не придерется. Да? И придерется ревизия прямо с камерой. Какая ревизия? К чему в нашей библиотеке должна быть какая-то ревизия? Машенька, не волнуйся. Митенька. Ну, отдохни еще, пожалуйста. Я позову тебя, когда понадобится. Машенька. Не волнуйся. Митенька. Не волнуйся. Здравствуйте, что любуетесь нашей библиотекой? Да уж без бахвальства скажу. У нас уникальнейшие вещи. У нас ценнейшие экземпляры. Ценные библиотеки, говорите? А или ценные? Так что же хотите от нее избавиться? Неспроста? Вот я говорю. Ой, неспроста. Как это непроста? Там у нас, извините, мы мечтали о том, чтоб книги наши служили. Лю... Лю... Что, 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 что? Что, что, что я сказал-то, что я сказал-то? Что я что-то повледнел, что-то в кресло плюхнулся. О, народ, а! О, пробойные люди! О, джуки! Ай-яй-яй! Вы извините, пожалуйста, у моего мужественная кардия. О, вот это разговор. У меня тоже сердечное недостаточно. Ай, совсем хорошо. Да что ж хорошего-то. То есть как, что, умрете вы, другой с вами пойдет разговор. Вы скоро постигну. Ваш муж не задержится на этом свете. Тогда что? Тогда библиотеку без хозное имущество. Берем на баланс. Ха-ха-ха. Полный порядок. А ты как думала? О чем вы говорите? Неужели ничего нельзя сделать еще при нашей жизни? Ха-ха-ха-ха. Можно! И даже нужно. Для того, чтобы этот невежда не мешал людям, надо, чтобы люди с ним сделали вот что. О. 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 Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! 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 Сейчас он прочитаю. Время у нас есть, да? Да. Да. Я вам пишу, потому что я плохо слышал. Хорошо. Так. Недавно я имел честь быть на вашем спектакле. К моему глубокому сожалению я кое-что не расслышал. Например, вы играли одного директора, который развалил два треста и один комбинат. Вы его разоблачили, осмеялись, делали из него блин. Так он что, нигде не работает, я плохо слышу? Ваш театр существует 27 лет. Все эти годы вы боролись с бюрократами, с кем вы, против кого вы еще там боролись. Помню, в 1939 году, когда я еще все слышал, вы сказали как-то со сцены, что нет в аптеках ваты. Так что, вы уже перестали о вате говорить или в аптеках появилась вата? У меня слуховой аппарат встроен в очки, и когда я забываю очки, я ничего не вижу, ничего не слышу. Ваш слушатель, он же ваш зритель. А вот еще у меня письмо я получил, слушайте, какое. Дорогие товарищи, в первых строках моего письма разрешите пожелать всему составу доброго здоровья и долгих-долгих лет жизни. Прежде всего, разрешите описать себя, кто я такой. Досрочно уволенный в запас старшина Макаров Васильевич, отличник боевой и политической подготовки. Будучи привыкший к армейской дисциплине и уставам пехотно-полевой службы, я в личной жизни руководствовался указанием нашей медицинской печати. С целью сохранения здоровья и долгих лет жизни я три года не ел яиц и масла. Потом оказалось, что это ошибка. Не нужно есть мясо. С целью сохранения здоровья и долгих лет жизни я два года не ел мясо, но оказалось, что это ошибка. Нужно есть меньше хлеба и больше двигаться. Я перестал есть хлеб и больше двигался. Пишу вам из больницы. Я и мои товарищи лежащие просим вас исполнить что-нибудь солькое по заявкам жертв печати. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. С молодежным приветом группа гистрофиков. А вот, Аркадий Садович, вот еще письмо. Это уже совсем не смешно. Уважаемый товарищ Райкин, мы женщины, у которых мужья пьяницы, очень просим вас показать этих мужей. Они не дают покоя ни женам, ни детям, калечат им жизнь. Может быть, есть еще сознательные и опомнятся после вашего выступления. Очень просим вас выполнить нашу просьбу. Будем ждать. Южно-Сахалинск, Смирнова, Марченко. А вы знаете, это справедливо. Во всем мире одно и то же. Муж и жена возвращаются после работы домой. Жена бегает в магазин, приносит продукты, варит, парит там, убирает, стирает, ухаживает с детьми и за мужем. А муж смотрит телевизор, читает газету или сидит с друзьями, играет в карты, пьет водку. Вы представляете миниатюру, где все было бы наоборот. Представьте себе. Чей ход? Чужой. А чтоб тебе повылазило. Пусть все какое-то дерьмо приходит. Да хреновина. Не везет. Ничего в карты не везет, в любви везет. А? С моим-то. Черта с два. На рыбалку иду. И то ревнуют. А иди ты, Людмила Романовна, у тебя замечательный муж, прекрасный хозяин, чудесно готовит. Черт возьми, ну что за парт-то? А мой, а мой на подарки клюет. Приду домой под газом, раз ему подарочек, сигареточки, лезвия, он растает. Чего тебе? Я думал, я лечу его. Вспомнил. Вы извините нас, Федор Матвеевич, мы лучше водочки выпьем. Пожалуйста, как хотите. Нет, я думал. Вот иди, думай, на кухню. А может... Андрюшу уложил. Уложил. Может, кофе заварить? О, черти-ка, федерочек, да с коньячком. Это шикарно. Пожалуйста, я могу, пожалуйста. А что ты стал? Что? Давай, иди на кухню, заваривай кофе и стой там. Когда надо, позовем. Раз. Два. Бубна. Пас. Тот же глаз. Восемь бубен. Листую. Берите вашу взятку. Нет, Людмила Романовна, у вас очень симпатичная. О тряпках много болтает. А вообще ничего. Вам кофе с лимоном? С лимоном, с лимоном. Девчата, а не повторить ли нам? Правильная мысль. Ну, чтоб дома нажрелось. Нет, ты мне скажи, Валентина, ты меня уважаешь. Уважаю. Я человек-человек. Я никого не оскорбила? Нет. Тима, Тима, тебе хватит. Нет, ты мне все-таки скажи. Человек я, Илья. Это человек. Уважаю. 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 Раздрягайте бабы коней. Тайлягайте по очим воде. Пошли, прошли. Пошли, прошли. Пошли, прошли, чейку копам. А в 42-м наша дивизия стояла под Калаваланском, вызывает меня к себе командир и говорит, Сима, действуй. И я, конечно, потому что я не трусиха. Трусиха я? Нет. А в 43-м эшелон взрываю, сбиваю вражеский соломет. Пошла брекать. Пойдем, пойдем. Все, будь здорова. Сима, Сима, Сима. Возьми себя в руки, будь женщиной. Есть быть женщиной. Не туда. Пошли. Ой, дымо-то, дымо-то на пустыре вас. Андрюша уложил? Уложил. Вот что, дорогая моя, нужно с тобой серьезно поговорить. Начинается. Опять меня пилить будешь. Я при гостях не хотел говорить, но я так больше не могу. Совершенно не считайся со мной. Тебе свои друзья, свои интересы, ты стала эгоисткой. Третий раз обещаешь повезти меня в кино. Я мечтаю о вечере, когда мы с тобой наконец-то станем все вдвоем. Нет. Опять преферанс, опять эта водка. Ну, сегодня суббота. Могу я выпить в субботу? Ну, хорошо, 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 хорошо. А что было вчера? А? Вчера я встретила фронтовую подругу. Вот-вот. Все одно и то же. То фронтовая подруга, то с приятельницами после получки. Что, я выпить не могу, что ли? Нас свои деньги пьют. Эгоистка ты, мальчимый. Ну, давай, давай, давай. Ну, давай, ну хочешь, я тоже заплачу. Упой женской слезой. Разве вы, женщины, можете понять нас, мужчины? Вы, женщины, отработали свое на всем готовом. А мы, мужчины, после работы в магазин пойди, все купи, домой перенеси. Сготовь, постирай, прибери. Детушками займись. Каждый день привозишь гостей. Даже не спрашиваешь у меня. Я ласкового слова не слышу. Еще в священном писании сказано, муж, да убоится жены своей. Ну, вы все, дорогая моя, так больше продолжаться не может. Ах, вот ты как! Да и все. Ты мне лучше скажи, куда у нас деньги уходят. Я тебе дала на прошлой неделе 45 рублей. Да. Ты вчера еще 20. Я должен перед тобой отчитываться. Я не знаю, когда ты со мной ухаживала, но ты разговаривала иначе. Ну, ладно, хватит. Как быстро вы меняетесь. Истерик, базарный баб. За здоровье, женщины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Так, так, и так. Значит, мы пойдем... А так. Ну-ка, как ты тут ходил? Вон, как ты пошел знать, мы пойдем. А так, да еще подглядывай, еще пойдем. А так, сейчас мы тебя причешем. А, ну-ка, чего ты тут нам натворил? Встынь! Эй! Эй! Батюшкин, я как помер. Эй, кто такой живой гишечки, ты куда пришел? Куда пришел, отвечай! Куда, говорю, пришел! Я на, 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 на ЕСЧБ. Ага, на ЕСЧБ, значит, уже пронюхал. Каким же ты хитрым способом сюда проник? Отвечай! Так, через, через ворота, они открытые. Открытые? А твое какое дело, видать, они открытые? Ежели каждый наручитель попрет в открытые ворота, сколько же на вас охраны нужно будет, а? Я не наручитель, я новенький в охрану. Черт, тебе подереть. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот, напужал ты меня новенькой, а напужал-то, а? Новенькой, а это значит подкрепление. Я, брат милый, как тебе, у... Закрепился? Слушай, это же хорошо, я говорю, вот, я говорю, здорово, это хорошо, я говорю, что тебя сюда прислали, потому как, вижу, мужик ты здоровый. Знаешь, ведь это хорошо, потому как одному ведь на этом объекте, вот, да. Да, просто никак невозможно. Объект-то у нас, знаешь, какой? Так я с чем... Ты, не разглашай, ищите бы. Среди нас двоих тоже может оказаться кое-кто, понял? Ты понял. Ты понял. На этом объекте, знаешь, требования какие, а? Ого-го! И мы это доверие должны с тобой оправдать, чтобы каждый нарушитель сказал, Эх, брат, нарушители, не зря здесь эти два отлета поставлены. Понял? Ты чего, ты чего на меня кидаешься, а? Ты чего на меня кидаешься? Отвечай! Я, я, я не знаю. Не знаешь? Я не знаю. А ты чего эти карусели выделываешься, а? Я не знаю. Ты чего, по второму кругу пошел, что ли? Я же вижу, что не знаешь. Вижу. Не знаешь, потому как, значит, ты годный, да и не обученный. Вот, значит, ты и не знаешь. А я сделаю из тебя охрану морового класса. Сделаю, потому как, вижу, выправка у тебя богатая. А ты как, усваивать можешь, да? Могу. Ну, ладно, раз можешь, тогда, значит, проведем с тобой маневр. Такой, значит, маневр. Ты, значит, стоишь на охране объекта СЧБ с легким стрелковым оружием системы Бердан. А ты, эй, перетянула, перетянула. На. Закрепился? Значит, слушай меня внимательно. Значит, я как бы нарушитель, который прибыл что-либо посетить с объектом. Обстановка такая, обстановка сложная. Ты стоишь, а я иду. Вот, как будешь действовать? А? Ну-ка. Как? Ты чего пляшешь? Чего пляшешь, я спрашиваю? Как будешь действовать? Молодец. Здорово, здорово, только над другой стороной. А так здорово, молодец. Ну, как будешь действовать? Я не знаю, что делать-то. Стрелять, что ли? Я вижу, что не знаешь, сразу стрелять. А кто же стреляет в нарушителя, если ты еще не крыкнул ему сигнал «сты»? Понял? Понял. Ну, как будешь действовать? Шти-ти-ти. Все, закончил? Ты что, в самом деле, что ли? Ну, я же кричал «сты». Не кричал «сты». Ты едок на свою старуху кричи «сты», если ты ее боишься. Я же нарушитель. Да и что плохо слышу, значит, как нужно кричать? Молодец, молодец, усваиваешь, усваиваешь, ну, а я иду. Что, стрелять, что ли? Ну, давай, 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 ну. Ты это что сделал? Что сделал, я спрашиваю? Я, 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 пусть сделал. Выстрелил я. В кого это ты пусть сделал, в кого выстрелил? В вас. В нас, вот те раз, у нас. А кто же будет первый предупредительный полвоздух, дядя, что ли? Полторон же, а ни черта ты не понял. Я понял, я понял. Понял, да, ну ладно, понял, тогда проведем с тобой сложный маневр. Я, значит, нарушитель, который, значит, скачет на тебя на лошади. Ну-ка, как будешь действовать? Ты что, ты что, в самом деле, что ли? Да я же кричал, что ли. Ты кричал, а я же на лошади, ты б ей все кричал с добрым утром. Лошадь, она ведь, понимаете? Понял? Понял. А вот я нарушитель, который идет на тебя с собачкой. Это мне место, я собачки. Ладно, на сегодня хватит, я устал. Ну ладно, я пошел. Ну давай. Да, эх ты, на разворот пошел. Ох ты. Отдаете, а ты. О, кузнечик, а. Ты, брат, разогнался, как на курьерском, тебе не остановишь. Куда это ты полетел так, а? Я... Я на охрану объекта пошел. А, я тебе давай. И это, говоришь, какого объекта? Так известно дело, какого. Да. Если... Ты что? Тебе говорить не разглашай. Ты знаешь, что такое СЧБ? Я не знаю. Ты знаешь? А это ведь, это склад чугунных болванок. Каждая болванка по 10 тонн весом, кто ее возьмет без подъемного крана. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А зачем тогда охрана? А ты молчи, молчи. Начальство тебя поставило, государство тебе деньги платит. Садись. Будем в дурака играть. Так-так, будем в дурака играть. Так-так, будем в дурака играть. Продолжение следует... 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 Ламп настольных 297, к ним абажуров 3. Сейчас вызову Феню уборщицу, уволю к чертовой матери пособственному желанию. Но мы завхоз не фигура, не представляете ли, сколько еще галестей могу сделать. Закурим вот что. Мы люди не гордые, мы беломор курим. Комендант, конечно, он козбеком дымит. Дешевле он курить не может, а я в этой коробке только вон гвоздики храню. Курортные, это директор курит. А у меня в этой коробочке, ты говоришь, кнопочки, дискрипочки. Северная Пальмира. Так что у меня такая коробка замминистра оставил. Мне бы так. Так нет, этим местом не вышел. А этот темная личность раскакался по горам Кавказа. Ну и все правильно. А этот на лошади, а эти на мне ездят. Лызин то, лызин это. Лызин, 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 лызин. А жизнь идет, а музыка играет. А кто-то на курорт ездит. Портвейн, десятый номер пьет. Ой, ать, могла бы и моя судьба повернуться бы ко мне другим местом, а? Тогда бы я, тогда бы я бы только бы об одном человеке выдумал. Только бы об одном. Об себе. А? Может же такое случиться. Ой, может, еще как. Сижу это я у калидора. Или ввертываю в приемную лампочку. Мимо проходит директор. Товарищ Лызин, ввиду вашей исключительной работоспособности, назначаю вас комендантом. И вот, я уже есть. Комендант получаю. Девяностое, дядя Мухи, восемь. В своей уютной квартире, предаюсь всеческим мыслям, звонить телефону, я небрежно снимаю трубку. Алло, а меня беспокоить. Егоров, я понимаю, что отдыхаю, а вы меня едете, Мухи, беспокоите? Звоните завтра в 12.00. Вызываю себе феню уборщицу, нюрку, лифтершу, дворничку и всех выгоняю. За что, Николай Романович? Пожалейте. У нас детки, у нас семьи. А, без уважения к себе не могу. И тут опять меня вызывает себе директор, заявляет. Наш лызин из вашей героической равосознанности назначаю вас своим заместителем. Вот, я уже и заместитель. Получаю, едят я Мухи. Сто девяносто семь едят я Мухи с мелочью. В мягком, международном, бесплацкартном вагоне еду на юг. Соседи интересуются. Я думаю, что это мое лицо. А где-то мы вас едят, Мухи, могли видеть. Ау, в газете, в хинохронике. Меня неоднократно снимали по указанию правительства. А поезд... Мчит на юг. И вот я уже там. Кому лошадь подали. Лызину кто теперь на вороном коне? Лызин теперь на вороном коне. Но пошла. А я... Посылаю телеграмму на службу. Уволить всех, кого не успел уволить. Иди, бей. И вдруг мне депеша. Прыщи с ними. Казбек Лызину. Слезы приехали. Товарищ Лызин. Он самый. Николай Романович. Да, мы Николай Романович. А что вы бы сказали, если бы мы назначили вас директором? Сказал бы, давно пора. И вот я уже есть директор. Получаю. Идите, мухи. В комиссионном магазине покупаю себе койку красного дерева. Конечно, двухспальню. Вот до спальни мне теперь делать нечего. Я завожу себе машину, жену и собаку. Тузик, служи, ходи на задних лапках. Я ходил, теперь ты ходи. Будь человеком. Самолетом лечу. Карл, вар, 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 вар. Плюс, Сузекина, Кузнецова. Не думать, начальник отделов спокойной жизни. Нет. И всех на дно. И тут меня вызывают. Неважно куда. И назначают меня. Неважно кем, но уже будь здоров. И вот я уже есть в министерстве. Самый что не доесть. Стою и ни хрена не делаю. Слушай, белые, белые. Колбасенцы. Это как фу на вас. Фу. На вас все. Фу. Да, слушай вас. Кто это? Егоров. Какой? Егоров я вот давно уволил. Вот так запросто. Взял, да и уволил. Товарищ Егоров. Товарищ Егоров. Товарищ Егоров. Товарищ Егоров. Товарищ. Инвентаризация. Пока еще. Пока еще. Нет еще. Кто? 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 Кто пьет? Кто? Капли в рот. Капли в рот. Капли в рот. Второй месяц. Второй месяц. Капли в рот. Маленько есть. Маленько есть. Маленько есть. Есть. Маленько. Маленько. Мы в бухгалтерию. Зачем? За непригодность. Товарищ! Товарищ! Не дали развиваться. Идите, мухи. Гражданин, не скажете? Нет, не скажу. Где здесь комната? Гражданин, вот, ей-богу, сейчас не до вас. Нет, комната номер 13. Гуляют здесь все. Я занят, 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 занят я. Я занят, занят я. Здравствуйте, разрешите? Я занят, я занят. Я вам вежливо говорю, любезный. Будьте любезны, выйдите вон отсюда, вон. Извините. На лошадь. На что? На лошадь? Да, на лошадь. На лошадь, надейся. Ну, а сам не плашель, вот, это правильно. Что такое? Что? Подписывайтесь. Все, минуточку, минуточку. Ведомость. Ведомость, ведомость. Все нормально. Конец года. Все, конец года. За парня. За парня. Зарез. Конец года. Конец года. Знал кого посылаю. Так, электронагреватели 12 штук есть? Нет. Нет. Электронагреватели? Нет. Не достал? Нет. Что, ничего не взял? Ничего не взял? Взял, взял. Взял. Что, что, взял? Что? Это холодильник. Холодильник? А, ну давай. Холодильник. А на что нам холодильник? На что нам? На что нам? Холодильник. На что нам? Нам-то на что? Холодильник, я говорю. На что нам? На что нам холодильник, я говорю. На что нам? Холодильник на что? Летом включим. Включим летом? Ага. Ну и что будет? Что будет? Да, что будет? А что будет? Вот я спрашиваю, что будет? Ну включим летом. И что будет? Что будет? Да, что будет? Пиво будете холодное, воды холодные. Холодное пиво. Да, летом это хорошо. Хорошо. Понял, нет? В последний раз. Значит, холодильник вместо электронагревателей. Понял, нет? В последний раз. Давай дальше. Инструмент слесарный, 18 наборов. Есть? Нет. Нет. Инструмент слесарный, не достал? Нет. Ты что, ничего, ничего, ничего не взял? Не взял, ничего, ничего не взял? Взял. Взял, взял, взял. Что, что взял, взял? Автоклав взял. Нет? Нет, нет. Ну, ну, центрофову взял. Ну, 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 камни-дробилку. Нет? Ну что, что взял? Что, что, давай, давай, давай. Давай, ну, 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 рожай, рожай уже, рожай, что ты взял? Ну, ну. Рояль. Раэль. На что нам я говорю? Как же поставим при входе? А, при входе поставим. Ну и что будет? Что будет? Да, что будет? С кем? С роялем? С нами что будет? Ревизия придёт. Так, ну-ну, давай. Значит, говоришь, рояль поставим при входе. Ну и что будет? Что будет. Солидно будет. Да, очень будет солидно, езжели мы поставим рояль при входе на овощную базу. Так, рояль большой? Большой. Крышка есть? Есть. Ничего, под тару приспособим. Картошку будем хранить, огурцы. Понял, нет? Последний раз. Так, давай дальше. Книги конторские есть? Книги кончились. Но я в очереди стою за флексометрами. Правильно, зря времени теряешь. Зачем, зачем, зачем? За флексометрами. А, ну, а что это такое? Не знаю. А может не брать? Да ты что? Конец года, все одно деньги пропадают. А ну давай быстро, за фисьмометрами. Давай. За фисьмометрами. Давай быстро. Нет, нет, нет. Сейчас, сейчас. Извиняюсь за гражданину. Вы не подскажете мне. Мне надо вот комната 13, товарищу. Не Тудееву. Вот, не Тудеев. Да, да, точно, да. Сюда? Нет, сюда будет Судеев, туда Тудеев, а вот сюда не Тудеев. Да. Вот, вот сюда. Спасибо, извиняюсь. Нет, тёточка, это 12 комната. Дальше. Да, нет. На лошадь надейся, а сам не плаша, это не то. А вот ещё чуть дальше. Вот, 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 сюда. А, спасибо. Ну, вы не стесняетесь? Громче. Сейчас, 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 сейчас. У меня отчёт на носу. Тёточка, вы громче, он не слышит, он сегодня осень за парка. О, занят я, занят. Да, что положил-то. Щас, 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 щас. Щас, подождите вы. О, о, стой, сейчас, ладно, сюда. Член месткома не Тудеев. Слушай. Я молчал, молчал, терпел, терпел. Больше терпения у меня нет. Я работаю, я работаю, я работаю, я работаю, я работаю, я работаю, я весь в поте, я цифры вывел, я всё подсчитал. Знаете, мне вот и говорят, что обратись, говорит, по месту работы, то есть мяском. Да. Чтобы помогите, раз ваша такая работа, знаете. Так, так, осталось-то, осталось-то три дня, осталось, осталось три дня. Три дня осталось до отчёта, осталось три дня, да. Это я понимаю. Это есть. Чуткое отношение к заявлениям трудящихся. Сейчас, одну минуточку. Чуткое отношение к заявлениям трудящихся, чтобы фигурировало в отчете. Хорошо. И еще? Это мы понимаем. Дуй, дуй, мамаша. Дуй отсюда. Как это дуй? Дуй, главное. Это есть. Чего есть, того есть. Я говорю, того есть, чего есть. Ну да. Пример работы с живыми людьми, чтобы фигурировало в отчете. Понимаю я вас, Сан Санчет. Я понимаю. Чеши, мамаша. Чеши отсюда. Ладно, ладно, говорите. Хорошо, ладно. Жду, жду. Почему? Жду. Ой, Господи. Видала? Видала, говорила? Чего? Чего? Работа у меня какая. Да-да. Да-да. У меня отчет на носу, у меня ревизия на шее. Мне жить осталось три дня. Мне заявление, наоборот, что мне целый год народ заявление писал. Мне деваться некуда. У меня рука уж, во уж, подшивать устала. А я-то тоже в этом году сюда писала. Ну и ты писала. И тебя подошьем. Ну а что же мне подшито и дальше-то делать? Да-да-да. Жду, жду, жду. Цифр мало. Подавай пример. Работай с живыми людьми. А где я возьму это дело? Живых людей. Я их отрадясь не видел. Стой, мамаш, стой. Стой. Стой, стой. Живой человек, нет? Что, я-то? Да. Ну и все, и стой тогда. Ты мне для отчета нужно, стой. Да, есть. Есть. Хорошо. Ну да-да-да. Понимаю. И договорились. Хорошо. Хорошо. Ну да-да. Сосать. Да, есть. Ага, есть. Такова. Ну да-да. Сосать. Обязательно. Как говорили, живой пример будет. Пример живой-живой. Живой, как живой. И еще какой живой. Да-да. Хорошо, забегу. Есть, хорошо. Давай, коротенько. В двух словах. Я не задержу. У меня, ты знаете, ничего. Вот у нее, что получается, знаете, прям. Ну, срам один перед людьми. И соседям в глаза стыдно смотреть. И ее родственники рядом живут. Тоже ведь люди. Мамаш, стой, стой, стой. Ну, стою. Ты своими родственниками, ты мне голову не морочь. Ты давай в двух словах, что у тебя стряслось. Ну, да, вы уж извините, я не имею там, ну, какого-либо высшего образования. Больше, знаете, все работало по торговле. Так мне вот заловка вот сразу сказала, что я, говорит, тебе, Мария, как мать, понимаю, то, говорит, ты лучше молчи, потому как устно, говорит, ты все вердном повинешь. И зять, значит, то же самое говорит. Стой, 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 стой. Напиши, ведь, всю правду, подай ее печатать. Мамаш, стой. И пусть общество мешает в помещении работы. Стой, 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 стой. Ну, стою. Значит, ты у нас здесь работаешь? Нет. В этом... Нет, я у вас здесь не работаю. Не работаешь? Да. А кто у нас работает, заловка работает? Нет, нет, нет. А это зять, зять работает. Нет, нет. Какого черта ты сюда приперлась? Если у нас никто не работает... Она работает. Она? Да. Другое дело. А что это она? А я вам все отписала, как есть. Ты писала? А как же. Подыши, фамилия. Мое-то Иголкина. Иголкина, сейчас я буду искать твое заявление, Иголкина. А ты давай вводи, вводи меня, давай, вводи. А куда вводить-то? Курс, курс, курс давай, вводи. А, ну да, вот, значит, я и говорю, что, знаете, я отписала вам все, как есть, только мне ни ответу, ни привету. И вот тогда я уж порешила уж сама зайти. И тем более, что все это случилось по моей вине. Да. Я ему вовремя глаза-то не открыла. Да. А он у меня уж такой. Стой, 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 что ты говоришь, глаза открыла? Кому ты глаза открыла, кому закрыла. Ой, да что вы, милый. Ты про кого говоришь? Да сын мой. Сын, пока дыши, значит, сын у нас работает. Нет, он у вас не работает. Ну, а кто у нас работает? Ну, она работает. Ну, она, жена, какая разница? Ай, да не жена. Ну, не жена, сестра, тетка. Да ну, вместе они обучались в институте. Так, да. Наша посторонняя девица. Да. Фамилия у девицы есть? Ну, есть, как же, у ей фамилия есть. Быстро фамилия давай, быстро. Девицы давай. Да, 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 ну, вот это, значит, как они, значит, это, ну... Фамилия, фамилия давай, фамилия. Нерить-то начали. Фамилии давай. Ай, она, знаете, каждый божий день все про научные книжки с ним рассуждает. То в кино его тащит, то в цирк. Мамаша, это уже цирк получается. А верно, что цирк, ведь он прыгает так ей через живую жену. У сына жена есть? А вот то-то оно. Значит, он прямо как в цирке через живую жену, значит. Именно, именно. Мне вот сватья-то про них уже давно сказала. Что-то ведь у них нет. А я-то вместо того, чтобы обратить внимание, как я-то мимо ушей-то пропустила. Простить тебе не могу. Теперь фамилия, циркулируй, туда-сюда разберешься. Я спрашиваю, какая сватья-то? Какая сватья-то? Ты что, оглохла, что ли? Помогите в нашем семейном деле. Стой, я говорю, мамаша, стой, стой, стой. Куда тебе? Мамаша, что я говорю, мамаша, стой. Что, по работе, если ты сейчас? Слушай, я сейчас закрою на ключ и уеду на дачу. Понимаешь или нет? И все. Уеду в Чел который сейчас с анатонией к untobec Елинников. И все. Стой, я говорю, мамаша, стой. Ты что, нарушу, тебя не отб STE? Понимаешь или нет? Поэтому, говорю, не напрасно, мамаша, не отб... Стою, я говорю, мамаша, стой. Стой, человек, делькатор. � Its要 hired for you. Чужие темиенние дела. Ну, понимаешь я отвечать не стану. И все. И все. Стой, мамаша, я говорю. Ой, милый, что это вы? Господи. Синь бормочет здесь. Ну как же, я же рассказываю, как все было. Рассказывай, рассказывай. Милый мой, бормочи себе на здоровье. Ну, здрасте, пожалуйста, еле добралась сюда, а там мой девито. Добралась. Ну, гундосит здесь, понимаешь ты. Гундосит себе на здоровье. Бухтелка. Что ты говоришь-то? Сватя какая-то там сказала. Сватя, что за сватя-то? Что она сказала, это сватя? Какая сватя? Про сватю-то, про сватю ты говорила, что это сватя сказала, какая-то сватя. Сказала, что-то сказала. Какая свать это? Что она сказала это? Про свать это кто сказал? Я сказал или ты сказал? А? Ну? Ну сосредоточься. Что ты там гундосила? Про свать это вспомни. Что там бухтела? Не помнишь, нет? Ой, господи. Ты сказала свате, сказала что-то там, сказала свате. Ты сказал свате, сказала, мне сказала. Мила, не кричите, у меня-то и так-то у меня в голове-то все перевезло. Извиняйся, извиняйся. Ну я не понял. Извиняюсь. Ну я не понял, что сказала свате. И ты не помнишь, да? Ну ты зачем ты сюда пришла-то? За керосином что ли? Ну? Да ну что. Ну а зачем ты? Ты сказала, что-то у них не то, чего-то не то. У кого это не то? У чего не то? У сына не то с этой женщиной? Нет, нет, у сына с невесткой, а с девицей-то, которая вот у вас-то работает, у сына вот как раз тогда все началось-то, я ему глаза-то не открыла. Что началось? Ну роман-то ихний. Роман? Ну да, ведь она его до всего довела. Кто она? Ну девица-то, которая у вас работает, ведь змеей ползла в дом, образованная очка-то, ведь был-то сын-то человек порядочный, а с ней связался, ведь семью бросил. Да. Невестка-то теперь совсем из дома ушла, вот. Какая, какая, какая невестка? Правильно вы говорите, уж какая теперь она мне невестка, ведь бросил сын-то ее, то есть обидел, ушла ведь сноха-то из дома. Мама, мамаша, стой, стой, мамаша, куда тебе несет? Так что-то, чего-то он бросил кого-то, он обидел, сноха ушла из дома, невестка ушла из дома, он что, сразу двоих бросил, четверых? Ой, еще вы правы. А кого? Он человек порядочный, он одну бросил, а невестка или сноха ведь это одно и то же, это жена сына. Жена сына? Значит он что же, значит он бросил жену сына он бросил, да? Как это, как это? То есть, нет, нет, сын бросила твою жену, да? Да ну что вы говорите? Ну а чью жену, чью? Да свою жену. Свою? Да не бросил бы он, как бы девица-то, которая у вас работает, его бы не довела. Так, так. А б это сын мой в суд на развод подал, а ваша-то девица хвост от его отворотила, можно ли сделала? Так, так. Попотросила и бросила, и четвертый, совсем мужчину-то изводит. Да, да, да. Вот мне говорят, что пиши, говорит, на ее по месту работы. Стой, стой, стой. И брата свояченцы и зять в одну душу пиши. Эй, брата свояченцы, причем? А куда общество? Не мешай. Стой, 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 стой. Я говорю, стой, мамаша, стой. Заморочила ты мне голову своими сродственниками. Говорила, заловка, уста все верном повернешь. Ни черта я не соображаю. Погоди ты, не бухти, ради бога. Получилось. Давай сначала. Давай сначала. Да что вы поймете? Я же вам все рассказала. Давай сначала, я так ни черта не понимаю. Давай по документам. А вот давай. Давай. Ты нам писала. Я писала. Писала. Все. Когда ты нам писала? А я в Покров. Все, Покров. Покров будет на П. Будем искать. Покров. Где у нас был Пок... Какой Покров? Как какой? Покров Пресвятой Богородице. Один Покров. Какой главный? Так, Пресвятой Богородице. Да. Мамаша. Ну, мамаша я... Ты куда пришла? В церковь или в мяском? Господи Боже мой. Господи, я уж говорю, извините, не имею какого-либо высшего образования. Больше работал по старой полке. Ой, это. Это. Ну, вот и нашли. Слава тебе, Господи. Мамаша, 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 мамаша... Мамаша, я тогда... Вот... Мама... Мамаша, мамаша, сколько ты здесь накорякала? Ну, что понятно, все печально. Мамаша, 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 мамаша... В двух словах, что ты хочешь? Господи... Я же говорю, что не могу я больше терпеть, как она над сыном-то измывается? Да. Ведь я же Леон из-за её семьёй разошёлся. Да. Она уж новую семью завела. Кто, кто, кто новую семью завела? Кто? Ну, невестка моя бывшая. Невестка? Да. Жена сына? Новую семью? Ну и что, и что? Ну и что же, я ничего, я понимаю, женщина, она молодая, серьезная. Так ведь и сын, ты человек степенный, а я думаю, что ты хочешь, что ты... Да послушайте вы меня! Я слушаю, а что я делаю? Я тебе слушаю! Может, родителям отписать надо? Родителям? Чьим родителям? Ну, ейным-то. Ейным? Чейным ейным? Ой ты гость, да ну, змеиным-то, змеи-и-и-и-не-и-м! Змеиным! Так, это что значит? Сына родителям, да? Да я родительница сына, это я же! Мамаша, все, 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 мамаша, все, время истекло, кончай базар, все. Все, 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 мамаша, ты общественности присела, общественность берет на себя, ладно, хорошо, я это дело беру на себя. Хорошо, я этой заловке, я ей хвост прижму. Да какая-нибудь заловка, она же не заловка. Не важно, все одно прижму хвост. Начала свое темное дело, пускай кончает. Пускай выходит за его замуж. Вот главный. Замуж пускай. А ты знаешь, что это такое? Что это? Чем это пахнет? Что? Аморалка, вот. Ой, милые мои, ты чего сына довели? До аморалки. Все, я все понял. Иди, мамаш, у тебя сын, сын, женатый, начнут как в цирке, через живую жену. Жена у нее новую семью. А сын же вот на развод. Да-да-да, да-да, 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 да-да-да, да-да, 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 извините, что не так. Дуй, дуй, мамаша, дуй, дуй, ладно, ну-то. Я все понял, все я понял, чеши, мамаша. Ладно, чеши, не имею какого-то... Шпарь, мамаша! Вы знаете, вот деверь мой, он... Чего-чего? Деверь, говорю, мой. Деверь, закрой деверь с другой стороны! Хорошо, хорошо, Господи, да, Боже, не забудьте просьбу. Прошу. Фух. Ничего, ничего, ничего. Дело темное, но для отчета полезное. Ничего, ничего. Я к этой девице, я к ней на дом пойду. Ничего, ничего. От общественности не уйдешь, ее не обманешь. Ничего, ничего. Все ясно. Спасибо. Спасибо, передам. Ага, пожалуйста. Будут свои. Приходите, пожалуйста. Здрасте. До свидания. Догадываюсь, мамаша будет ей, а я буду измерткома вашей дочери. А Женечка скоро придет, у нее сегодня день рождения. А, день рождения. Скажи, пожалуйста. А зачем вам нужна женщина? А я по вопросу чуткого отношения к заявлениям трудящихся. С чего же мы начнем? Дело темное, вопрос тонкий. Значит, у вас есть дочь. Есть. Ванина Е.А. Ванина Е.А. Вот это и плохо, мамаша. Лучше бы вам, мамаша, было бы сына иметь. А почему вы так говорите? А говорю, потому что не умеете мамашу своих дочерей воспитывать. Знаете, с кем ваша дочь время проводит? Конечно, знаю. Да? Она еще из института дружит с Вадимом и Танечкой. Верно, верно. Согласно заявлению, познакомились в институте. Что случилось? Что с Женечкой? Что с вами ничего? Соблазнила она вот это у вашего, как вы говорите. Вадима. Во-во-во. Жена от него ушла. Все. Погиб человек. Погиб. А вы думали? А-а-а. Вот те. А-а-а. Здесь в черном по-белому. Ихняя мамашка к нам пришла. Там заявление. Что и как, и почему, и кого. Эй! Эй! Мамаша, 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 мамаша. Вы меня не так поняли. Мама, мамаша, мамаша. Так. Уже не слышим так. Сделаем искусственное дыхание. Мамаша! Мамаша! Что вы делаете? А вы что, не видите? Работаю по заявлениям трудящихся. По каким заявлениям, мамочка? Мамочка? Так. Значит, вы ихняя дочка. Ах, вот кто вертихвостка будет. Поздравляю, на вас любопытный материал к нам поступил. Женя. Женя, как ты могла? Зачем ты скрывала? Да. Бедный Вадим покончил с собой. Нет, нет. Вадим! Саня! Женя! Вадим! Живой! Что такое? Товарищ, приходите не вовремя. Мешайте работайте. Это вы сказали маме, что... Что я сказал маме? Что товарищ умер? Сама мамаша придумала. Ешь там, товарищ Вадим, давай по-хорошему. Выходи за товарища Вадима замуж. Это зачем? Как зачем? Для того, чтобы все было гладко по заявлениям трудящихся. Да что вы чушь говорите? Да не чушь, товарищ пострадавший сам подтвердит. Да что вы ерунду говорите? Я очень вважаю женю. Я некоторым образом женат. Вы женаты. И где же ваша жена? Что в данный момент? В данный момент. В данный момент она ушла из дому. Бра-бра-бра-бра. Вы что-нибудь знаете? Умоляю, что случилось? Артист Мактуновский. Все известно. Ушла ваша жена из дому. Не вернулась, никогда не вернется. Согласно заявлению, здесь черным по белому сказано. Будьте... Таня! Вы что, действительно его жена, да? Да. Которая? То есть как которая? Законная, незаконная? Да вы что? Как вы смеете? Общественность, уважаемый товарищ, все смеет. Да я не понимаю, но объясните, наконец, в чем дело. Ваша, объясню, есть предложение не ждать, пока мамаша очухается. К нам поступил сигнал. Товарищ Ванина Е.А. На почвопосещение цирка изучения литературы соблазнила данного товарища. Таня, как для ребят. Смотрите, это ихняя мамаша пишет. Мать Вадима. Мать Вадима, да, да, да. Ай, 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 ай. Ложи солидно, сами подали заявление на развод. Да, Вадим, это правда? Роз, у кого вы спрашиваете? Вот же документы. Ну, подождите же вы, подождите, 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 подождите. Ну, да. Это, знаете, просто детский сад получается. Товарища бабша, в обморок сама завела новую семью, притворяется. Как все делают, так она. Стой, 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 стой. Стой, погоди, погоди. Куда же вы падаете? Мне же не с кем работать. Стой! Стой, Венчиня, в руках. Кто такой? Стоим! Кто такой? Я из местного вашей дочери. Это ваша дочь, Ваня. Что с ней? Значит, это ушло. Это ушло. Это ушло. Это ушло. Это пришло. Я в те, как зырка через тебя влезла. Это ушло. Это можно. Это ушло. Это ушло. Это мама шаня. От кого не ушла? Она просто так лежит. Слушайте, почему они лежат? Потому что они своими омарками хотят вести в заблуждение общественность. Вот общественность не обманешь. Пожалуйста, читаю, здесь в черном по-белому сказано. Ванина, где? А, проживает со своими родителями на площади 28 квадратных метров. Нуждаются дополнительной площади. Просим оказать содействие, просим помочь Ваниной предоставить квартиру. Эй! Это кто писал? Это мы. Вы? А Иголкина? Какая Иголкина? Стой, 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 стой. Я не по тому делу пришел. Папаша, держись, держись, папаша, держись, папаша, держись. Так, скорая помощь. Автобус, пришлите. А у меня здесь пять человек, я шестой. Шесть машин можете прислать? Давай одну машину для меня одного. Срочно помощь оказать им сможете? Не сможете? Хорошо, они сами станут. КОНЕЦ 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 Прежде чем начать наш спектакль, разрешите вам прочитать письмо, адрес театра.